С одной стороны, у нас представители Вологодской сбытовой компании, у нас представители муниципальных компаний, Вологды Энергосбыт, у нас фактически все энергетики. Коллеги, я бы хотел, чтобы сегодня вопросы звучали конструктивно. Если касается арендаторов, они говорят, мы не можем заплатить первого числа, но можно заплатить 20-го или 25-го. Нам, естественно, приходится идти навстречу, потому что других вариантов нет. Либо люди вообще закроют бизнес. И эта практика существует везде. То, что касается у людей, кто имеет объекты недвижимости и занимается бизнесом, кто-то работает в долг. Лечение вот этих средств, которые просят постоянно на предоплату, это, конечно, бизнесу не очень хорошо, но, тем не менее, самое главное, что возник какой-то паритет. И понимание со стороны электросети, теплоэнергии. Я даже скажу по своему примеру. Я 30-го числа, вот у меня арендаторы говорят, мы можем заплатить в конце месяца. Естественно, я иду навстречу, потому что если они уйдут, то как бы у них не будет бизнеса, у меня не будет бизнеса. И мы все находимся в одном достаточно сложном положении. 30-го числа мне звонят с Вологодской избытой компании, я нахожусь в Москве. Мы сегодня в 2 часа у вас отключаем Ленина 48, ресторан Эльпатер, отключаем Советский 16. Я говорю, слушайте, ребята, ну как, вы же понимаете, что это действующее предприятие. Ну так делать нельзя. Если у меня не будет электричество, я нахожусь, так вы-то денег тоже не заработаете. Даже не хотят со мной разговаривать. Вологодская избытовая компания, как гарантирующий поставщик электроэнергии, покупает электроэнергию на оптовом рынке. Сроки оплаты я тоже могу вам сказать, значит, там нет такого понятия, заплатим мы вам когда сможем, 10-го, там 20-го, значит. Вся электроэнергия, приобретаемая для Вологодской области, покупается в Вологодской избытовой компанией по предоплате. Вот там на самом деле предоплата. Мы еще ничего не получили, а уже должны заплатить. И введен инструмент жестких финансовых гарантий, наказаний, вплоть до лишения статуса гарантирующего поставщика. Задолженность на 1 декабря копеечная, 1 тысяча рублей. Вот это предприятие, как вы нас проавансировали, мы объясните. Вы нам должны 1 тысячу рублей. О каких авансах идет речь? Да, ситуация сегодня вот такая. Я вижу и по части позиций и снижение налогов, по части позиций и закрытые предприятия. Вы их не фиксируете, мы их фиксируем через налоговую инспекцию. Тоже эта ситуация нас напрягает. К должникам вопросов нет. Кто совсем ходит в эту нирвану забывчивости, по большому счету, конечно, я энергетиков понимаю. И как бы у каждого своя ответственность, но я и малый бизнес готов поддержать, потому что за каждым человеком, это же не то, что один бизнесмен, за ним коллектив 200 человек. И помимо платежей по электроэнергии есть платежи по зарплате, вынь да положь, по налогам. Мы тут по полной программе с приставами всю эту задолженность снимаем, которая задержалась. Но просьба, давайте услышать. Продолжение следует...